Сегодня мы будем знакомиться с языком QMail, и более подробно мы остановимся на модуле Qt Quick. Краткое резюме предыдущей серии. Значит, на прошлом занятии, на прошлом вебинаре мы разговаривали с Кириллом про операционную систему Аврора в целом и те инструменты разработки, которые для нее нужны. И, соответственно, для разработки у нас используется фреймворк Qt. И один из модулей, с которым мы сегодня будем знакомиться, он как раз предназначен для работы с интерфейсами. Это, во-первых, Qt QMail, где есть описание языка QMail. Во-вторых, модуль Qt Quick, который нам предоставляет базовое описание. С чем мы сегодня будем знакомиться? Первое – это язык QMail и его синтаксис. Основные визуальные типы, которые предоставляет нам Qt Quick. И также поговорим про позиционирование элементов, про программирование логики и про трансформацию элементов и анимацию. Это достаточно интересный концепт именно от QMail, который предоставляет большую вариативность анимаций и управление анимациями. Ну и, соответственно, тоже разберемся, какие виды есть. Ну и поедем сначала с синтаксиса QMail. Значит, о чем хочется поговорить, во-первых. Во-первых, QMail, что это такое? Там в Википедии есть расшифровка. Это Qt Modeling Language или Qt Meta Language, его называют. Ну, собственно, это такой язык разметки, который… ну, язык программирования, с помощью которого мы можем описывать интерфейсы. Значит, как это все устроено по архитектуре. Значит, сам QMail у нас предоставляется интерпретатором QMail Engine. Это нативный элемент. Ну, собственно, он со стороны плюсов предоставляет нам работу с языком QMail. Значит, и есть три… ну, скажем так, в Qt есть два модуля, которые позволяют работать с QMail языком. Первый – это Qt Quick, где предоставляются базовые компоненты QMail. С ними мы как раз сегодня и будем подробно знакомиться. А для работы с отзывчивым интерфейсом, то есть чтобы как-то работать с какими-то элементами управления, с элементами выведения текста, окнами и так далее, есть компонент Qt Quick Controls. Модуль Qt Quick Controls, вот уже вторая версия. Это сенсорные компоненты UI, с помощью которых и происходит взаимодействие. Но также достаточно активно развиваются какие-то сторонние собственные компоненты, то есть делаются какие-то надстройки. Вот, например, есть Ubuntu Components. Это модуль тоже основанный на Qt Quick Controls, но предоставляющий собственные элементы для разработки интерфейсов. И тоже есть такой софт Киригами, который, собственно, тоже поставляет на основе Qt Quick Controls собственные элементы. Selfish и Aurora, в соответствии, след за ней не отстают от этой, так сказать, от этой концепции. И также у нас со стороны Selfish есть отдельная библиотека Selfish Silica, с помощью которой предоставляются тоже различные элементы управления, какого-то размещения элементов на интерфейсе. Ну, потому что, во-первых, модуль Qt, собственно, фреймворк Qt, он достаточно обширный, то есть он направлен и на разработку пунктестопных приложений, и на разработку мобильных приложений после iOS и Android, ну, собственно, работает в различных средах. Собственно, для работы под Selfish, под Aurora мы работаем в основном с мобильными устройствами и там, собственно, специфичный интерфейс. Вот, собственно, об этом модуле Selfish Silica, об этой библиотеке мы подробно будем говорить в следующем вебинаре. Мы посмотрим основные все элементы, с которыми можно взаимодействовать и на основе которых можно строить интерфейсы. Сегодня же мы поговорим вот об этой части Qt Quick, где мы будем рассказывать про базовые элементы. Ну, и еще хочется сказать, что QML достаточно понятный язык, то есть он такой JSON-подобный, основан на JavaScript, применяет некоторые JavaScript-функции. Ну, и, собственно, синтаксис его даже незнакомому человеку достаточно понятен. То есть вот если посмотреть такой стандартный пример QML-документа, это такой, если вы открывали уже Aurora IDE, это такой первый элемент, первое приложение, которое вам открывается. На код здесь можно посмотреть, из чего он состоит. Во-первых, можно посмотреть, что документ состоит из двух частей. В первой части это импорт осуществляется каких-то модулей. В данном случае это модули Qt Quick и Selfish Silica. Дальше, собственно, начинается работа с объектами. Здесь есть корневой объект Page. У него есть какие-то свойства, здесь можно посмотреть. И несколько вложенных объектов. То есть мы можем уже на скриншоте увидеть, что UI-темплейт, этот текст, принадлежит к секции PageHeader, заголовку страницы. И у нас есть лейбл, который отображает тоже какой-то текст, в данном случае HelloSailors. Ну, если более абстрактно поговорить о том, какие атрибуты есть для каждого объекта QML, Во-первых, это идентификатор уникальный для обращения к объекту. Его стоит указывать всегда, когда мы хотим к этому объекту обращаться через другие компоненты, а общение происходит достаточно активно между ними. Ну, мы можем здесь видеть, что у страницы есть свой ID Page. Здесь тоже у элемента Column есть свой ID. Также следующий атрибут — это свойства. Это такие типизированные атрибуты, которые обладают названием, и ему присваивается какое-то значение. То есть мы здесь можем смотреть, что достаточно много свойств прописано у каждого элемента. Например, ширина, spacing, расстояние между элементами. Следующий атрибут — это методы. Методы у нас... Это фрагменты кода на JavaScript, собственно, с помощью которых мы можем осуществлять какие-то действия. Это такие стандартные JavaScript-функции. И еще тоже два важных компонента — это сигналы и обработчики сигнала. Сигнал — это такой способ уведомить о том, что произошло какое-то событие. Ну, самое стандартное, что пользователь нажал на какой-то определенный элемент. Обработчик сигнала, в свою очередь, это такая специальная конструкция, которая позволяет на каждый сигнал выполнить какие-то действия. Например, среагировать, ну, нажать кнопку или вывести на консоль, что что-то произошло. Ну и плюс, вот как мы уже видели, что есть вложенные объекты, которые образуют такую древовидную структуру. Следующее, о чем стоит договориться, это глоссарий на терминологии. Что, собственно, здесь содержится, о чем стоит поговорить? Ну, первое — это что такое тип. Это такая структура, она у нас подразделяется на две части. Либо это базовый тип, ну, простой тип, например, числовой, строковый или булевый. И также есть объектный тип. Это тип, экземпляры которого создаются Kumail Engine. Ну, как у нас аналог C++, есть классы и есть экземпляр класса. То же самое, что есть объекты и есть объектный тип. Вот, в свою очередь, объект — это экземпляр типа объекта Kumail. Компонент — это шаблон, с помощью которого мы можем такой объект построить, либо объект, либо дерево объекта. Об этом будем говорить немножко попозже, через, по-моему, через один вебинар. Документ — это самодостаточная часть кода Kumail. Ну, по сути, каждый файл Kumail, он является уже документом, но нужно тоже обратить внимание, что он всегда состоит из двух частей. Это импорт необходимых модулей и работа с объектами, как минимум, объявление объекта верхнего уровня. Плюс важная тоже вещь, которую мы обсудим попозже — привязка. Это выражение на JavaScript, которое привязывается к свойству. Соответственно, если свойство объекта изменится, то есть изменится значение вычисляемого выражения, то значение свойства также может измениться. Ну, базовые типы Kumail достаточно простые и стандартные. Это булевые логическое значение, числовые. Есть строки, есть ссылки на ресурсы, как локальные, так и веб-ресурсы. Есть список, лист список Kumail объектов. Часто встречающиеся перечисления, то есть внутри какого-то свойства может встретиться. И если предыдущих типов недостаточно, то можно использовать вариант общий тип, но в основном желательно, конечно, обходиться какими-то стандартными типами, если касается базовых типов. Помимо того, что у Kumail есть собственные базовые типы, также базовые типы предоставляет модуль QtQuick. Он расширяет, так скажем, функциональность. Во-первых, это дата, это работа с геометрией, точка, отрисовка прямоугольника, размеры, также работа с цветом и шрифтом, ну и плюс такая продвинутая геометрия, это матрицы, кватернеонные и работа с различными векторами. Вот, собственно, с ними можно тоже повзаимодействовать. Это как базовые типы. Есть ли пока вопросы по началу или мы уже можем двигаться дальше? Да, хорошо, давайте едем далее. Сейчас будем знакомиться с основными визуальными типами. Ну, первое, о чем вообще поговорим, о том, что есть основной тип, это айтем, от которого достаточно большое количество типов наследуется. Айтем представляет, по сути, собой такую прозрачную область, которую можно задать с помощью координат, с помощью ширины и высоты. Но она как раз, вот этот компонент позволяет нам создавать наследников на его основе. Это, например, прямоугольник, это текст, картинки, это контейнеры различные для расположения элементов, также холст-холст для рисования, обработчик событий. Ну, это здесь не все, то есть это такие основные вещи, о которых мы будем говорить в нашей презентации. Помимо этого, еще есть очень большое количество типов наследников айтем. Я добавлю сюда ссылочку, потом можно будет на презентации посмотреть, что еще есть в документации. Вот эта ссылочка, по ней тоже можно будет посмотреть. Значит, ну и в каком порядке мы будем знакомиться с основными типами? Значит, мы будем знакомиться со свойствами, которые этот тип предоставляет, и потом посмотрим на какие-то примеры. Значит, айтем у нас характеризуется большим количеством свойств. Мы их вот сгруппировали в несколько положений. Ну, есть свойства, отвечающие за иерархию, то есть можно будет определить, какой элемент является родительским у данного элемента. Можно посмотреть отдельно список визуальных вложенных потомков и также список невизуальных потомков. Ну и если нам необходимо, то мы посмотрим список всех объектов вложенных. Далее ряд свойств – это отвечающие за положение, за позицию элемента. Позиция элемента XY показывает у нас точку, откуда начинается. Дальше. Следующая координата тоже очень интересная. Показывает нам отрисовку соседей элемента. Мы с ней тоже посмотрим примеры, как это происходит. И также размер элемента, то есть ширина и высота. Следующий ряд свойств у нас отвечает за отображение. То есть булевое свойство нам показывает, отображен ли элемент. Дальше есть свойство anchors – это якоря, отвечающие за позиционирование относительно каких-то других соседних объектов. Следующее свойство clip у нас отвечает за обрезку. То есть если у нас задана какая-то область для объекта, то все потомки, вылезающие за пределы текущего элемента, у нас будут обрезаться по данному указанному прямоугольнику. Это свойство по необходимости только рекомендуется использовать. Желательнее его, конечно, выключать, поскольку это создает дополнительную нагрузку на отрисовку. Ну и также свойства прозрачности для текущего элемента и для его потомков. От нуля до единицы можно указать степень прозрачности элемента. Плюс также есть свойства для взаимодействия между элементами. Свойства enabled у нас показывают, получает ли события мыши и клавиатуры. И также есть свойства, которые отвечают за то, чтобы сам элемент находился в фокусе для получения ввода с клавиатуры. Чтобы этот элемент каким-то образом мог на него реагировать. Плюс также есть индикатор, получает ли элемент в данный момент ввод с клавиатуры или нет. Такие свойства. Ну это основные свойства, о которых хотелось бы поговорить. Естественно, по ссылке можно будет посмотреть весь спектр свойств для данного элемента. Ну самый простой пример кумель-кода это, это если мы отрисуем item, зададим ему ширину и высоту, ну мы здесь создали для экрана, получится вот такая белая область, которая ничего не отображает. Но на ее основе можно уже будет создавать, в нее можно вкладывать какие-то визуальные элементы. Вот с ними мы тоже сегодня посмотрим, как это происходит. Если вы хотите тоже попробовать это сделать, я сейчас переключу на другой экран. Собственно, когда мы создаем приложение, в Aurora IDE я перейду. Сейчас я закрою, чтобы ничего не было. Да, и еще я как раз для того, чтобы быстро без пересборки приложения показывать примеры, включаю кьютку MailLife, о котором мы говорили на прошлом занятии, чтобы было удобно не собирать. То есть я просто сохраняю, и у меня эмулятор, вот сейчас эмулятор у меня показывает белую область. Сейчас я пошарю, наверное, весь свой экран, чтобы было удобнее. Вот, то есть у меня сейчас эмулятор, вот он эмулятор, тут очень много белых окон, сейчас он показывает белую область. Ну, следующий тип, о котором стоит поговорить, это тип компонент. Это тип, который у нас является шаблоном, и здесь у нас тоже некоторые свойства, которые важны для создания следующих компонентов на его основе. Значит, свойство прогресс у нас говорит о прогрессе загрузки компонента, ну и также есть свойство статус, который отвечает за статус загрузки. Здесь у нас как раз в перечислении есть различные статусы, которые нам отображаются. URL — это адрес, с помощью которого можно создавать компонент. completed — это сигнал, испускающийся после создания объекта, и destruction — это сигнал, испускающийся, когда объект начинает уничтожаться. Это полезно для динамической загрузки компонентов, о них мы поговорим попозже, когда будем обсуждать модели, думаю, через презентацию тоже. И визуальный компонент уже наследник айтема — это прямоугольник. Ну, такой первый наследник айтема, о котором мы сегодня поговорим. Значит, прямоугольник, который может быть чем-то заполнен, то есть либо градиентом, либо цветом, либо текст сюда можно тоже написать. И помимо того, что он может заполняться, у него еще есть границы. Значит, границы — это свойства рамки, мы определяем как ширина и цвет. Помимо этого, у нас еще есть свойства скругления углов, радиус, и если мы хотим... Если мы выставим, например, квадрат, то есть у нас ширина будет равна высоте, и сделаем радиус в половину ширины, выставим, то у нас, по сути, получится круг. То есть он все еще здесь как тип у нас будет прямоугольник, но в целом мы можем получить и не только прямоугольники, а также и овалы, и круги с помощью этого, с помощью выставления различных свойств, значений свойств. Помимо этого, можно заполнять прямоугольник градиентом, ну и также использовать сглаживание. Здесь вот есть индикатор для использования. Сейчас посмотрим, как на примере вот этот прямоугольник создается. Вот у нас здесь прямоугольник начинается он в координате x, y, 100, 100. То есть вот отсюда. Ну и указываем мы его ширину и высоту. И обратите внимание, здесь по синтаксису мы тоже про это поговорим. Мы здесь не указываем ширину в пикселях явно, у нас она зависит от родительского элемента. То есть в зависимости от изменения этого элемента, ну в данном случае, например, мы сейчас скопируем этот листинг, он у нас будет white. Вот, значит, я сохранила приложение. Сейчас не экран я поширила, а только. Вот, давайте вот так. Вот, сохранила приложение, у нас вот таким образом отрисовался прямоугольник. Ну и еще можно обратить внимание, что цвет можно задавать двумя способами. Это, собственно, с помощью 16-ти речного кода RGB, и также можно задавать с помощью, ну, таких предписанных значений. Здесь есть несколько, по-моему, 24. То есть можно указать, например, не знаю, там magenta, и он нам отрисует такой розовый. Ой, по-русски. Вот, он нам отрисовал сейчас розовую рамку. Ну, если мы зададим, например, не 1280 в высоту, а, например, 800, то у нас прямоугольник, как видите, тоже изменится. То есть у нас изменилась область для задания от области, и родительский элемент тоже изменился относительно нее. Ну, дальше вот пример как раз заполнения градиента. То есть здесь у нас это создается с помощью элемента градиент. У него во вложенных компонентах есть также точки, стопы, где происходит переход от одного цвета до другого. И как раз с помощью этих отсчетов можно задавать как раз, где, в каких местах будет происходить такая линейная интерполяция цвета. Следующий компонент, о котором поговорим, это текст. Текст может быть в заданном формате. Значит, какие здесь свойства, собственно, сам отображаемый текст, его цвет. Можно также выставить достаточно большое количество параметров относительно шрифта. Это и семейство шрифтов, и размер его либо в пикселях, либо в пунктах. Ну, там, 14 или 12 размер. Ну, и также стандартный стиль — это жирный и талик наклоненный или подчеркнутый. Также можно указать число отображаемых строк. Их можно ограничить, если это необходимо. Ну, и плюс еще есть свойства для отображения текста. То есть, например, если у нас текст форматированный в каком-то варианте с использованием тегов, то здесь это также можно указать. По умолчанию QML старается отличать эти теги, но можно задать это также явно. То есть, например, rich текст у нас обладает самым большим набором HTML тегов и распознает их. Plain текст у нас теги не распознает и отображает все в чистом виде, как и было написано. Style текст — это вот такой, ну, тоже он распознает некоторое количество тегов, но не все. И рекомендуется для сохранения памяти все-таки использовать, например, либо style, либо plain текст, rich текст уже, когда необходимо там погружать более сложные конструкции. Плюс еще есть также свойства, отвечающие за позиционирование текста, то есть это отношение его слева, справа, по центру, либо равномерно распределить. Ну и вертикальное тоже расположение сверху, снизу или посередине. Ну и вот пример такого различного форматирования текста. Здесь в первом случае мы не указали, в каком виде у нас, ну, то есть явно не указали формат текста, и он у нас все-таки это распознал по тегам. Следующий мы уже указали, rich текст, и он нам все показал. Мы установили еще здесь нижнее подчеркивание. А в последнем мы указали это plain текст, и, соответственно, все теги у нас отобразились, то есть он у нас не распознал их. Тоже можно будет это потом посмотреть на примере. Ну и следующий визуальный тип, прошу прощения, визуальный тип – это картинка, работа с внешними изображениями, ну и, соответственно, для первого, ну, качество первого свойства – это источник изображения. Это может быть как локальный, так и внешний веб-ресурс, тоже изображение может подгрузиться. Дальше идут размеры, то есть реальный размер изображения, которое в момент загрузки оно было, но также можно установить отображаемый размер, то есть можно уменьшить, если это необходимо, ну, например, какая-то иконка или что-то поменьше сделать. Тоже можно задать этот параметр. Можно сделать загрузку в отдельном потоке, если это необходимо. Можно указать, применять ли автоматическую трансформацию. Это, например, для изображений с камеры, то есть когда мы делаем фотографию, например, и наклоняем телефон, то в метаданах сохраняется эта информация, что в каком положении было устройство, когда мы снимали картинку, стоит ли ее автоматически развернуть или нет. Ну и тоже свойства, отвечающие за позиционирование. Изображение. Плюс также свойства прогресса, прогресс загрузки. Сейчас мы тоже посмотрим картинку. Да, помимо того, что вот тех свойств, которые мы указали, также есть свойства заполнения области, в которую картинка загружена. По умолчанию, вот здесь, как на экране, она будет растягиваться на весь размер. Но также можно масштабировать без обрезки, обрезать, дублировать ее. Вот сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть. Так, сейчас я загружу листинг. Так, вот мы сейчас подгрузим картинку. Ну и попробуем посмотреть, как у нас в зависимости от указанного способа заполнения будет эта картинка изменяться. Вот, например, мы здесь указали, что она у нас будет входить полностью в размер, но обрезаться. Можем также, например, указать... Как там тайл. Так, давайте попробуем растянуть ее горизонтально. Вот, обратите внимание, что она сейчас у нас начала дублироваться. То есть мы ее дублируем вдоль горизонтальной оси, а вдоль вертикальной она растягивается на всю область, в данном случае, там, родительского элемента. Если мы вертикальны, то то же самое. Она сейчас растянется по горизонтали, а по вертикали будет дублироваться. Вот так вот, таким образом. Так, сейчас поговорим про позиционирование элементов. Тоже такой довольно большой блок, с которым стоит разобраться перед работой с интерфейсами. Значит, есть четыре способа позиционирования элементов. Первый — это вручную с помощью координат и с помощью размеров. Следующий способ — это относительная привязка с помощью якорей. Также можно использовать контейнеры для расположения. И еще один способ — это раскладки. Вот сейчас мы как раз с ними будем понемножку разбираться. На позиционирование вручную, я думаю, в принципе, всем понятно. То есть мы указываем координаты относительно родителя, либо мы указываем явно координаты и размеры. То есть x, y у нас точка задается в левом верхнем углу, и от нее мы уже отсчитываем размеры, которые будет принимать элемент. Также есть такие свойства, как ширина implicit width и implicit height. Такие естественные размеры. Если мы размеры не задаем явно, они будут присваиваться. То есть, например, мы размещаем какой-нибудь кусочек текста, и размер вычисляется автоматически. То есть он впишется в область нужного размера. Ну вот пример размещения вручную. Здесь мы видим, что есть прямоугольник красного цвета. Почему он расположен внизу? Потому что все его потомки отрисовываются выше. Мы как раз про позиционирование по слоям тоже поговорим. Мы видим, что вторым у нас будет отрисовываться прямоугольник зеленого цвета, и следующим будет отрисовываться прямоугольник синего цвета. То есть у нас он происходит вот таким вот образом. Но посмотрим, как этот порядок можно будет менять, и что с этим можно делать. И как мы видим, что мы задали начало отрисовки для красного прямоугольника 50 и 100, но ширину и высоту мы задали с помощью родительского элемента. То есть в данном листинге это опять-таки от того же айтема, от той же области, где мы сейчас находимся. Мы задали ее с помощью выражений, которые будут изменяться. Следующий прямоугольник зеленого цвета, мы здесь уже задали его размеры. Ну и как у синего тоже, мы задали уже размеры вручную. Следующий способ — это использование якорей. Якорь — это такой способ расположения относительно границ родителей. Сейчас про границы мы тоже поговорим. Потому что на практике такой способ используется так же часто, как и позиционирование вручную. Я бы даже сказала, что, наверное, это чаще используется. Значит, если посмотреть на элементы, как на такие визуальные объекты, то можно указать несколько границ. То есть это верхняя, нижняя, правая, левая границы. И также можно указать вертикальный и горизонтальный центр объекта. Собственно, относительно этих линий, как здесь показано, мы можем наследоваться. Мы можем относительно них располагать другие элементы. То есть привязка границ вверх-вниз-лево-правый и также привязка центральных линий. Это вертикальный и горизонтальный центр. А есть также свойство центр-ин. Это когда мы центрируем относительно, например, родительского элемента. Мы располагаем его по центру этого элемента. Есть для текста базовая линия. То есть вместо понятия вертикальный и горизонтальный центр есть понятие базовая линия, относительно которой можно позиционировать текстовые элементы. Помимо того, что есть границы, есть также возможность задавать отступы. То есть отступы от какого-то элемента. Отступы конкретных границ. Их можно задать вот таким способом. Top, margin, bottom, left, right. И свойство fill у нас говорит о том, заполнять данный элемент никаким способом. Вот как у нас используются якоря. Если мы посмотрим на код, мы увидим, что, во-первых, здесь два сайблинга, то есть соседних элемента, которые являются потомком одного родителя. Это два ректангла на одном уровне. Но при этом у первого красного прямоугольника есть свой потомок, прямоугольник зеленого цвета. Посмотрим, как они располагаются относительно друг друга. Значит, первый красный прямоугольник мы задали с помощью ширины и высоты явным способом. А дальше зеленый прямоугольник мы задаем с помощью якорей. То есть мы его заполняем на красном прямоугольнике, но с отступами от границ каждого прямоугольника по 40 пикселей. Здесь тоже можно посмотреть, каким образом он рисовался. Синий прямоугольник у нас задается с помощью всех якорей. То есть первый якорь, верхняя граница прямоугольника у нас совпадает с красным прямоугольником. К нему мы обращаемся по ID. Про привязки таких свойств мы тоже поговорим. Нижняя граница у нас зависит от родительского элемента, но при этом мы еще задаем отступ 50 пикселей. Поэтому она рисуется у нас не в конце, а вот немножечко есть место до границы. Левая граница у нас совпадает с правой границей красного треугольника, то есть вот здесь эта линия проходит. И правая граница у нас совпадает с родительской, то есть поэтому она доходит до конца родительского элемента. Таким образом как раз мы располагаем с помощью якорей. Но помимо якорей, якоря довольно часто используются, но также мы, если хотим расположить сразу несколько элементов в какой-то определенный паттерн, мы используем контейнеры. Мы можем разместить элементы в столбец или в строку. Для этого используются контейнеры column и row, соответственно, но у них достаточно похожие свойства. Spacing у нас указывает на расстояние между объектами, а отступы вокруг содержимого мы также можем указать с помощью свойства padding, и отступы от каждой из сторон мы тоже можем задать. Помимо этого есть еще контейнер flow, который у нас размещает объекты один за другим, если нужно, перенося там на другую условную строку. То есть если мы, например, располагаем объекты в строку, это похоже как на текст. Если у нас текст не уместился, то он перемещается на следующий уровень. То же самое здесь с элементами. Сейчас посмотрим, как это происходит. Ну и вертикально, соответственно, заполняется сверху вниз, и если не хватает места, переходит на следующее пространство. И также можно размещать с помощью таблицы. То есть похоже на row, но мы задаем количество столбцов и строк. Помимо этого задаем расстояние между ними и направление заполнения, то есть либо слева направо, либо справа налево. Сейчас посмотрим, чем это все отличается. Вот у нас пример расположения в столбец. Это элемент column. Мы здесь задаем его расположение, задаем его параметры, и задаем расстояние между объектами. Ну и дальше мы уже отрисовываем те объекты, которые мы хотим увидеть. Первый прямоугольник у нас с шириной родительского элемента, а это column, и высотой 200 пикселей. Вот он у нас указан. Дальше. Почему, кстати, границы прямоугольника не доходят до границ экрана? Потому что мы у родительского элемента column указали, что он на 100 пикселей уменьшает свою область. Поэтому мы видим не полное заполнение, а по экрану. Следующий зеленый прямоугольник мы задали с помощью ручных параметров. То есть задали явно ширину и высоту. Вот он у нас здесь отрисовался с левой границы. И голубой прямоугольник. Мы указали его параметры, но помимо этого мы указали, что центрируем мы его по середине родительского элемента. То есть он по горизонтальному центру у нас будет отцентрирован. Пример горизонтального контейнера row. То же самое. Мы указываем, какой у нас будет область этого контейнера, где она будет располагаться относительно родительского элемента в центре. Ее параметры — это высота родительского элемента минус 200 пикселей и расстояние между элементами в 50 пикселей. Первый прямоугольник мы отрисовываем красного цвета. Ширина у него 150. А высота, как у родительского элемента, за счет того, что он сместился, то опять-таки здесь есть разница между границами экрана. Зеленый прямоугольник мы задали точно так же. И по вертикальному центру у нас располагается синий, поэтому он по центру своего столбца. Пример flow. Заполнение в таком потоке. Мы указали его ширину и спейсинг между элементами. Сейчас посмотрим, как раз в чем отличие flow и grid. Первый прямоугольник у нас отрисован, где начинается этот элемент. Следующий прямоугольник синий. Следующий зеленый. Мы здесь его заполняем горизонтально по умолчанию. У нас поместилось 50 пикселей расстояние от предыдущего прямоугольника. Мы задали его параметры, а синий у нас не помещается здесь, и он переносится на нижний уровень. То есть расстояние 50 пикселей между элементами сохраняется, и он отрисовывается немножко пониже. А в примере сетки, как вы видите, прямоугольники разнесло, хотя мы указали в принципе те же параметры, но сетка задает собственные границы, где эти элементы будут расположены. То есть здесь мы задали два столбца, и вот относительно того, что эти два столбца разнесли, у них свои границы, вот прямоугольники у нас немножечко разнеслись. Ну и следующий способ позиционирования это лейаутсы или компоновки. Ну, это такой более хитрый способ расположения, можно так сказать, и он используется в основном для верстки дескнутных приложений, но и в мобильных он тоже иногда пригождается. Ну, в Silica у нас реализовано это с помощью немножко других вариантов, но тем не менее тоже может использоваться. Column layout — это вертикальный столбец, горизонтальная строка, либо таблица с элементами, либо один видимый элемент, то есть это в стеке. Какие здесь есть свойства? Это значит свойства растягивания лейаута, как его можно растянуть относительно экрана, можно задать отступы. Для сетки можно задать параметры слияния ячеек, ну, и выравнивание в ячейке тоже допустимо, то есть каким образом относительно ячейки будет располагаться элемент. Как это происходит? То есть как компоновка в столбец и в строку может выглядеть? Значит, здесь у нас пример расположения трех прямоугольников, во-первых, в столбец, внутри которого два прямоугольника расположены в строке. Вот таким вот образом у нас здесь. И здесь помимо того, что мы задаем способ компоновки, мы еще указываем, какую часть, то есть какую область этот элемент может занимать. То есть мы указываем то, что мы заполняем ширину полностью. Вот красный прямоугольник у нас полностью заполняет ширину экрана. А также мы указываем минимальную высоту, которую прямоугольник может заполнять. В данном случае это треть от вертикали экрана. Далее два элемента у нас расположены в строке. Первый у нас прямоугольник зеленый, заполняет всю область, которая ему доступна. Но поскольку у нас есть еще синий прямоугольник, то он заполняет все, что осталось для него, так скажем. А синий прямоугольник, мы видим, что он заполняет треть от ширины. И также он заполняет всю высоту, которая ему осталась. Вот таким образом у нас красный прямоугольник заполняет треть экрана сверху, синий треугольник заполняет треть по вертикали, а зеленый — все, что ему осталось. StackLayout у нас позволяет указать, какой элемент мы будем отображать. То есть вот у нас три сайблинга, три прямоугольника, которые равноуровневые. С помощью свойства currentIndex мы в данном случае говорим, что мы хотим увидеть зеленый прямоугольник. Также этот индекс можно менять, можно задавать это значение динамически, чтобы Stack у нас отображал различные элементы, но в один момент времени у нас показывается один элемент с помощью StackLayout. Да, и вот как раз мы дошли до порядка отрисовки элементов, каким образом они у нас показываются на экране. Значит, как они отрисовываются по иерархии. То есть первым мы видим текущий объект, который у нас содержит какие-то потомки. Далее первый потомок с вложенными объектами, второй потомок с вложенными объектами. То есть они все будут выше, выше, выше. И видеть мы будем, если у нас, например, второй потомок, то мы сверху будем видеть вот этот второй потомок. Все остальные, он накладывается на все остальные объекты. Но этот порядок можно менять с помощью координаты Z, о которой мы уже говорили. Значит, значение этой координаты по умолчанию 0, оно может быть положительным, оно может быть отрицательным. То есть как вот по оси Z у нас двигаются точки, вот точно так же мы можем говорить, в какой точке в оси координат у нас расположен этот элемент. Значит, объект с меньшим Z будет отрисовываться раньше. Если так случилось, что мы указали Z, координату Z, и они равны, то здесь уже будут действовать принципы иерархии. То есть потомок будет отрисовываться раньше. Ну, в смысле, потомок отрисовываться позже, а видим мы его на экране больше. Вот, значит, как у нас происходит это все на практике, потому что тоже сложно объяснять. Посмотрим. Значит, первый у нас прямоугольник красный, у которого есть потомок зеленый. Зеленый у нас отрисовывается позже красного, но показывается он, соответственно, выше его. И также вторым, после отрисовки первого красного прямоугольника со своим потомком, мы видим, что у нас отрисовался синий прямоугольник. Он рисуется у нас вторым, и поэтому он вот здесь отображен. То есть мы его видим полностью, не закрываются никакие области. Сейчас мы добавим координату Z и посмотрим, что изменится. Где мы добавили координаты? Значит, координата, отрицательная координата у нас отрисовала потомок раньше, то есть он у нас закрылся теперь, а с положительной координаты Z у нас красный прямоугольник теперь мы видим полностью. То есть он сейчас уже никем не закрашен. Ну, у синего мы ничего не меняли, вот поэтому он у нас здесь отрисовался уже в самом низу. До этого мы обсуждали более статические варианты кода, то есть когда вот открыли, там загрузили, посмотрели, и даже не дублируя это на экран, не дублируя на IDS, чтобы посмотреть, как это работает, потому что на скрине все достаточно понятно. Вот сейчас будем работать не только с элементами, не только с визуальными компонентами, но и также способы взаимодействия и объектов между собой, и взаимодействия с пользователем в том числе. Соответственно, все элементы могут изменяться, они могут реагировать на какие-то события. И вот сейчас посмотрим, как это все можно программировать, как с этим можно работать. Значит, программирование логики у нас заключается в нескольких вещах. Это работа со свойствами, в частности, определение нового свойства, если это нам необходимо. Вот здесь указаны синтаксисы, с которыми можно работать. Мы еще подробно примерчики все разберем. В данном случае синтаксис указания свойства. Мы можем объектам задавать что-то новое, если нам необходимо, и задавать это не в нативной части, а в кумаэль. Можем также ставить... Можем указать, что свойства у нас будут только для чтения, и которым нельзя будет взаимодействовать, можно будет только узнать, какое значение стоит. Еще попозже немножко обсудим такое понятие, как алиас. Это работа тоже с привязками, ссылками на другие свойства. Дальше это определение нового метода, то есть это функции JavaScript, по сути. И также можно будет поработать с сигналами, то есть как определить новый сигнал, как обработать сигнал. То есть сигнал — это, как мы уже сказали, реакция на какое-то событие. То есть определяем его с помощью ключевого слова «сигнал». Ну и также можно будет написать обработчик, который на этот сигнал реагирует. Помимо этого, очень удобно тоже выводить консоль с помощью вот такой конструкции JavaScript, когда посмотреть, как реагируют элементы на взаимодействие с пользователями. Ну и также помимо импорта каких-то модулей, библиотек, с которыми мы работаем, можем импортировать JS-скрипты и обращаться к ним по идентификатору. То есть мы можем указать префикс, например, здесь asAlias. И с помощью этого префикса мы можем обращаться к методам и свойствам скрипта, которые у нас указаны в нашем файлике. Ну и здесь пример подгрузки файлика, если он находится в той же директории. Если нет, то нам нужно будет эту директорию найти и задать ее в импорте. Значит, первое, поговорим про свойства. Вот здесь у нас синтаксис свойства, ну и, собственно, его пример. То есть, например, мы хотим расширить функциональность определения свойств какого-то элемента, в данном случае, как у нас в примере прямоугольника. И мы можем ему с помощью вот такого синтаксиса property тип указываем. Здесь один из базовых типов, либо, например, object type, имя свойства. И если мы хотим сразу это свойство инициализировать, мы можем указать значение. Но если нет, то, в принципе, это вариативная часть. Можем только ее объявить. Ну и в соответствии с читабельностью кода, то есть какими-то рекомендациями по построению кода, всегда оставляют пожелание объявления свойств делать в самом начале, то есть когда мы только-только раскрываем элемент сразу после фигурных скобок. И дальше уже поработать с другими его свойствами, с методами. Если мы хотим определить свойства только для чтения, как уже сказали, ставим ключевое слово read-only. Здесь указываем его значение, инициализируем его. Ну и если мы хотим этому свойству что-то присвоить в дальнейшем, то у нас это не получится, у нас выдаст ошибку. То есть если мы хотим, можем указать. Вообще, конечно, работа со свойствами тоже может происходить и на нативной стороне, об этом будем говорить попозже. Там можно будет не только read-only ставить, но и другие атрибуты доступа, просто чтобы в качестве спойлера. Помимо этого, то есть помимо того, что мы можем задавать какие-то свойства, мы можем еще указывать ссылки на свойства других объектов, каким образом это происходит. Мы хотим создать ссылку на какое-то другое свойство. То есть может быть у нас находится это свойство в вложенном объекте, а мы хотим его прокинуть наружу. В таким случае вместо типа мы указываем слово alias, и в значении этого свойства мы привязываемся к id объекта, которому мы хотим это свойство прокинуть. То есть у нас, например, есть какое-то свойство buttonText, которое мы хотим определить, и мы хотим его привязать к элементу текста по id-шнику. То есть оно у нас вот здесь. Таким образом, по обращению к этому свойству мы уже как раз можем изменять свойства того объекта, к которому мы привязали. То есть автоматически это свойство будет изменяться. Тоже с помощью такой конструкции можно будет их пробрасывать на внешние объекты. Если мы хотим привязать различные свойства между различными объектами, то нам стоит использовать еще вот такую конструкцию. Сейчас объясню. То есть есть две возможности привязывать свойства друг к другу. Значит, если у нас элементы находятся в одной области, то мы привязываем это достаточно просто. У нас вот есть target property какое-то, там имя свойства. Мы объявляем, ну то есть кто является владельцем свойства, к которому мы хотим привязаться, и название свойства. Значит, как это у нас работало на примерах ранее. Ну вот, например, parent, мы привязываемся к родительскому элементу и говорим, что вот у нас мы хотим использовать свойства вид из родительского элемента для нашего свойства, для свойства нашего объекта. Ну, плюс еще мы здесь подставляем какие-то выражения, если это нам необходимо. Если мы хотим использовать свойства по намеря, то вот мы указываем вот таким образом. Значит, такое взаимодействие между свойствами работает, ну то есть по дереву родителей и между сайблингами, если мы хотим вообще к совершенно другому объекту привязаться и каким-то образом пробросить свойства, мы должны использовать вот такую конструкцию, она называется биндинг. То есть в объекте, к которому мы хотим привязаться, мы объявляем конструкцию биндинг, мы указываем, какой объект мы хотим привязать и имя свойства, которое мы хотим привязать, ну и устанавливаем значение этого свойства. Таким образом, работая с этим, мы можем между разными объектами обмениваться свойствами, и они могут зависеть друг от друга. Плюс у биндинга есть еще два свойства дополнительных. Свойство when, которое нам указывает, активно ли в данный момент привязка. И свойство delayed, это свойство говорит нам о том, что это может, то есть ждет очереди очистки событий и в течение некоторого времени может подключиться. определяет, собственно, когда этот биндинг будет срабатывать. Относительные свойства — это все. Можно еще также описывать дефолтные свойства, то есть свойства по умолчанию, но дефолтные свойства бывают одного объекта. Здесь примера нет, но можно будет посмотреть документацию. Определение новых методов. Как у нас работает? Новый метод — это, по сути, JS-функция, которую мы потом можем использовать для других объектов. Вот у нас пример. Мы тоже прописываем функцию в начале. Это у нас функция в данном случае changeColor, которая у нас меняет цвет. И нам говорит о том, что этот прямоугольник у нас поменяет цвет в соответствии с аргументом. Значит, в следующем элементе мы обращаемся к ректанглу по ID и вызываем его метод changeColor. Вот он у нас меняется на darkBlue. Здесь это по mouse-serie. Вот как раз mouse-serie мы скоро тоже разберемся. Сейчас покажу это на примере. Так, и вот у нас прямоугольник. Ну, это такая импровизированная кнопка. Вот она у нас по нажатию меняет цвет. Собственно, с помощью вызова вот этого метода. Следующее, о чем поговорим, это про обработку сигналов. Значит, ну, вы уже как раз-таки в прошлом примере видели, что вот есть вот такая конструкция on clicked. Что это такое? У нас испускается сигнал. Сигнал у нас обычно, ну, не знаю, там, например, клик, да, или что-то произошло. То есть произошло какое-то событие, и спускается сигнал от объекта, что вот какое-то событие произошло. Если хотите, то можете на этот сигнал отреагировать. Реагируют на это обработчики сигнала. То есть каким образом это прописывается? Вот у нас есть сигнал, ну, например, clicked. Если мы в этом же объекте прописываем обработчик сигнала, то нам достаточно написать вот такую конструкцию on signal name. Естественно, что здесь нужно обратить внимание, поскольку Kumail очень чувствительно к регистру, что название сигнала мы начинаем с маленькой буквы, а когда мы прописываем обработчик, и мы добавляем вот эту приставку on, то название сигнала уже пишется с большой буквы. То есть вот как здесь on clicked с большой буквы. Метод, ну, сигнал сам был бы с маленькой буквы clicked. Вот. И так же, как и привязки, как и биндинги свойств, если мы хотим в любом другом месте сделать этот проброс сигналов, то нам нужно будет вызвать специальный компонент connections, который нам говорит о том, что вот target, мы указываем, кто у нас является владельцем сигнала, и что у нас происходит. То есть, собственно, здесь описываем сам хендлер. Дополнительно, значит, у него есть свойство enabled принимать ли события, ну, и также есть свойство игнорировать ли неизвестные подключения, то есть если что-то приходит, некоторые сигналы могут пробрасываться, то стоит ли их игнорировать или нет, если этот сигнал не был описан здесь. И еще не сказала относительно того, как вообще происходит, ну, то есть каков синтаксис работы с сигналом, здесь тоже важно, значит, когда мы определяем новый сигнал, мы прописываем с помощью ключевого слова сигнал, говорим его имя и, если нужно, передаем аргументы. Но у сигнала нет тела. Тело у нас как раз-таки там, что делать, когда происходит какое-то событие, у нас прописывается не в самом сигнале, а в обработчике. То есть если сравнивать там с каким-то императивным подходом, то, по сути, у нас вот функция, она разбивается на две такие части, то есть за то, какие аргументы, что происходит, отвечает у нас сигнал, а обработчик у нас уже реагирует на это и говорит там, что же нам делать, когда этот сигнал произошел. Например, вывести что-то на консоль или подгрузить какую-то другую страницу и так далее. Таким образом у нас происходит обработка сигналов. Ну и вот такой у нас пример работы с сигналами. Значит, здесь как раз два варианта. Первый — это когда у нас вот здесь это случается, вариант он кликт. То есть у маус-серия собственный сигнал есть, он кликт, собственный обработчик сигнала. И вот он сразу как раз нам говорит, что он кликт, что-то происходит. Здесь же мы прописали у прямоугольника собственный сигнал наш кастомный, вот custom button clicked, передаем какой-то параметр, то есть, например, новый цвет. И в другом компоненте custom button, то есть когда мы вот эту с помощью документа custom button.com.mail вот эту своеобразную кнопку мы уже описали, а в другом месте мы определяем этот тип и мы вызываем обработчик сигнала on custom button click, и вот у нас что-то происходит. Ну, в данном случае мы на консоль выводим новый цвет. И вот относительно как раз маус-серия, то что тоже часто встречается, вот пока не описали, значит, маус-серия у нас — это элемент, который... Ой, прошу прощения. А маус-серия — элемент, который у нас отвечает за... Ну, в принципе, там, про взаимодействие с пользователем. Это не единственный компонент, который у нас работает с пользователем. То есть здесь в данном случае он у нас реагирует на какие-то нажатия на экран. Вообще есть несколько типов QML, которые взаимодействуют с какими-то действиями от пользователя. Они позволяют обрабатывать также и нажатия там сразу в нескольких точках, позволяют зумиру, там, на зум что-то делать и так далее. Есть типы, которые обрабатывают скроллы, перетаскивание объектов. Но вот самый базовый тип — это маус-серия. Он у нас следит, ну, за нажатием, за отпусканием, и вот у него есть несколько сигналов, на которые он реагирует. Значит, ну, относительно свойств, значит, что тут есть. Это координата нажатия, то есть в каком именно месте экрана произошло нажатие, какое-то взаимодействие. Прест — это, ну, индикатор, нажат или сейчас или нет. И вот несколько сигналов, которые испускаются при каком-то событии, то есть при том, что пользователь с экраном делает. Значит, первый сигнал — это кликт один раз. Есть также дабл кликт, когда двойной клик испускается, что-то происходит. Следующий тоже есть прест. Испускается сигнал при нажатии. И здесь еще тоже есть, ну, такие разные моменты как раз-таки. Вот здесь, когда ты только нажал, но не отпустил, что-то происходит. Есть pressing hold, когда ты зажал на какое-то количество времени. Ну, здесь 800 миллисекунд. Релиз происходит при отпускании, то есть когда там по стечению какого-то времени отпускается экран, вот, и спускается сигнал релиз. И, как вы видите, эти сигналы передают в аргументе компоненты типа mouse event. Ну, и, собственно, это вот одно событие, что тут есть. Это координата нажатия и было ли нажатие долгим. Как раз-таки помогает идентифицировать, это был ли press and hold или просто там клик, там был клик и так далее. Ну, последнее, о чем хотелось бы в этом вебинаре поговорить, тоже важно, и, наверное, одно из самых интересных, что предоставляет Кумель, это трансформация и анимация элементов. Ну, трансформация — это преобразование в той или иной области элемента. Значит, как это происходит? Ну, во-первых, есть свойство transform, компонентом transform — это список, ну, он хранит список преобразований текущего элемента, чтобы было понятно, что происходит с этим элементом. трансформировать его можно различным образом. Можно этот элемент перемещать туда-сюда, здесь компонент translate, ну, и важно для этого понимать… Так, ошибочка. Важно понимать, относительно какой точки, относительно каких координат это перемещение будет происходить. можно этот элемент масштабировать. Здесь помимо координат, относительно которых происходит масштабирование, еще необходимо понимать, вдоль каких осей это происходит, то есть горизонтально или вертикально. Ну, и то же самое с поворотом. Можно поворачивать элемент вокруг оси, здесь еще важно знать угол поворота, ось вокруг которой происходит, поворот x, y или z, ну, и точка, относительно которой этот поворот, собственно, происходит. Ну, здесь тоже вот можно посмотреть, где, на примере, в каких осях и где может происходить трансформация элемента. То есть его можно туда-сюда двигать, вдоль какой-нибудь оси его можно будет скейлить или его поворачивать, там, все 360 градусов. Помимо того, что это можно делать, нам еще важно, чтобы это как-то происходило во времени, то есть чтобы были какие-то периодические сигналы. Для этого есть компонент таймер и вот, собственно, те свойства, которые важны для работы с ним. Нам интересно знать интервал между событиями в миллисекундах, интересно знать, например, повторяются ли сигналы, на которые стоит реагировать. И также есть свойства для запуска. То есть если true, то стоит запускать, false для остановки. Есть флаг для запуска сигнала сразу после старта сигнала трансформации. То есть если, например, при загрузке или при создании компонента, например, который у нас анимируется, вот он может сразу на старте это делать. Есть сигнал trigger, который говорит то, что время вышло, сколько можем время задавать. Ну, есть методы для перезапуска. То есть говорим, что нам хочется перезапустить анимацию сначала, трансформацию, нам хочется просто ее запустить и нам хочется ее остановить. Ну, вот у нас пример. Собственно, это пример, который нам как раз-таки на экране ничего не даст. Вот мы его сейчас посмотрим вживую. Вот таким образом у нас происходит трансформация картинки. Здесь, значит, если посмотреть по коду. Давайте я переключу на код. То есть, в принципе, понятно, что с ней происходит. Она крутится, вертится. Как хочет. Ну, не как хочет, а как мы ей задали. А что мы ей задали, сейчас мы посмотрим. Значит, вот в свойстве transform мы определяем список трансформаций, которые происходят с этим элементом. Значит, во-первых, это поворот. Мы указываем вокруг каких осей, угол и координаты, относительно которых поворот происходит. Ну, и у нас есть масштабирование, есть rotation и есть translate, то есть весь набор. Значит, масштабирование у нас происходит вдоль оси x на полтора, полтора размера изображения, вдоль оси y на 2. Есть rotation, поворот, и есть перемещение ее относительно определенной точки. Помимо этого, мы задали таймер. То есть мы указали, что картинка у нас сейчас двигается, интервал трансформации у нас 16 миллисекунд. Мы поставили ее на повтор. Помимо того, что можно управлять трансформацией элемента, можно также для анимации использовать различные состояния элемента. Ну, то есть состояние элемента — это вот в определенный момент времени определенный набор свойств имеет. Эти свойства, например, могут изменяться. Для этого мы можем этим управлять. И вот как и трансформ, у нас есть похожая конструкция, похожие свойства states — это список возможных состояний объекта. State — это название текущего состояния, свойства state. Ну и компонент state — это вот конфигурация объектов и их свойств. У этого компонента есть собственные свойства. Это название состояния, расширяемое состояние, момент, когда наступает состояние, ну и изменения для… то есть что необходимо сделать для прихода в это состояние. Помимо этого, есть также компонент property changes, который у нас задает значение свойств для состояний. Здесь у нас есть свойства target, тот объект, который мы изменяем, который мы хотим присвоить нам новое свойство, привести его в новое состояние. есть свойства explicit, такой индикатор, задавать ли нам свойства один раз вместо привязок, или все-таки там это как-то демонически будет изменяться. И стоит ли восстанавливать предыдущие значения объекта, то есть при том, когда он вошел в это состояние, то есть когда он начал изменять свои состояния, восстановить ли предыдущие значения или их оставить. Ну, вот у нас пример такого изменения состояния. Значит, у нас есть прямоугольник, он изначально у нас красного цвета. Мы задаем набор состояний, который мы хотим. Значит, первое, ну, в данном случае у нас состояние только одно, которое мы описываем. Значит, это состояние нам говорит, что он будет синего цвета, когда там маус серия будет нажата. И мы говорим, что вот мы создаем компонент property changes, который нам позволяет эти состояния изменять, и объявляем, что объект rectangle, мы хотим, чтобы вот это состояние blue у него изменялось. Вот таким образом происходит эта модификация. Соответственно, при нажатии у нас прямоугольник сменит свой цвет. Ну, и анимация. Анимация позволяет нам изменять свойства постепенно. То есть это может быть сглажено, либо с помощью каких-то разных способов. Значит, у компонента animation есть тоже определенные свойства, которые важны для работы с ним. Это, во-первых, количество повторений, сколько раз проигрывать анимацию, индикатор на паузе или анимация, или нет, или она воспроизводится с помощью свойства running, мы это можем узнать. Можем установить тоже флаг всегда завершать анимацию полностью. Есть сигналы для начала и завершения анимации, и есть методы. Метод complete у нас полностью завершает анимацию. Методы pause и resume, собственно, помогают нам поставить на паузу и продолжить анимацию. Есть перезапуск метод, и есть методы для начала и для остановки анимации соответственно. Каким образом можно использовать анимации? Во-первых, после полной загрузки элемента она у нас может выполняться автоматически. Также мы можем анимацию включать при изменении значения свойства автоматически. Ну и плюс еще можем запускать анимацию автономно с помощью метода или по свойству running, те, которые у нас как раз таки описаны. Какие типы анимаций есть? Значит, первый — это transition, переход между состояниями может анимироваться. Есть у нас анимации, которые происходят у элементов последовательно или параллельно, например, у нескольких сразу. Есть behavior — это анимация изменения свойства. Есть изменение свойств без анимации, property action — просто переход сразу. Есть компонент, который наслечает за паузу в анимации. Также есть возможность анимацию сделать либо сглаженный постепенный переход, либо же ее сделать такой пружинной. Плюс во время анимации можно выполнять какой-то скрипт. То есть тоже можно будет по ссылке посмотреть, какие есть варианты. И помимо этого, есть еще анимация на основе типов данных. То есть вот то, что мы проговорили, это про, например, могут изменяться якоря, могут изменяться, относительно родителей элемента что-то изменять, можно перемещать элемент вдоль какого-то пути, можно изменять цвет отдельно. То есть это вот такие вот уже кастомные анимации изменения чисел, свойств, изменения поворотов, ну и тоже для вектора, на этой анимации есть отдельный тип. Давайте посмотрим пример, как у нас может изменяться свойство. Вот у нас есть наш прямоугольник с заданными параметрами, и его цвет красный. Когда мы указали его при создании, и там создается компонент красный. Мы говорим, что мы хотим наш прямоугольник изменить у него свойство цвет на синий в течение двух секунд. Мы указываем, и как видите, в какой-то момент, вот давайте даже сейчас запустим этот код. Так, сейчас. Вот мы создали красный прямоугольник, и меняем мы его на синий. Ладно, установим данного. Вот мы увидели, что в какой-то момент у нас вот был такой цвет, какой у нас был на слайде, фиолетовый. То есть смена цвета происходит постепенно. Ну, в данном случае мы даже применяли не color animation, а property animation. Просто относимые свойства, мы поменяли его цвет. Так, сейчас переключим презентацию. Вот, но то же самое можно сделать и по цвету, да, то есть как behavior on color. Мы задаем color animation, который нам, по сути, делает то же самое. Вот, потому что по клику в маусе мы назначаем свойства синий для цвета прямоугольника, и вот мы говорим, что эта анимация направлена именно на изменение цвета в течение двух секунд. Здесь в миллисекунду указывается значение. Вот, ну и, естественно, анимациями можно управлять. С помощью компонента property action сразу изменяются свойства во время анимации. Ну, и также есть script action, то есть можно писать скрипты, которые будут выполняться во время анимации. Вот у нас пример параллельной анимации. То есть у нас есть прямоугольник, и у нас одновременно меняется значение x и y, то есть положение, где у нас прямоугольник находится, вот, в течение, там, одной секунды. Мы эти свойства изменяем, и прямоугольник у нас, получается, перемещается. Есть последовательная анимация, то есть сначала у нас выполняется анимация по изменению свойства x, и потом, после того, как это свойство изменено, у нас происходит изменение свойства x. Если мы хотим, ну, там, как-то изменить состояние, то есть при изменении состояния при behavior animations, если мы хотим зафиксировать список переходов, вот мы можем это сделать с помощью свойства transitions. есть у него, что же такое, есть у него, значит, свойства animations, то есть те анимации, которые здесь будут указаны для работы. Дальше у нас есть свойства, то есть изменяясь, из какого состояния, из какого состояния элемента, в какое мы приходим. Дальше у нас есть индикатор reversible, который у нас возвращает обратно, если у нас состояние перевернете, и есть enable, то есть будет ли при изменении состояния запущена анимация или нет. ну и вот у нас пример, пример транзишена, значит, опять-таки там наш прямоугольничек, мы говорим, что у нас изменяется свойство цвета с красного на синий, вот у нас первый транзишен происходит в течение двух секунд, следующий транзишен у нас из blue происходит в течение половины секунд, в данном случае. Вот. Да, собственно, это все, что хотелось бы рассказать. Теперь вопросы. Презентацию возможно будет получить, мы немножечко подправим и всем разошлем. Мы планируем это, ну как бы, в виде такого набора материалов оформить, как вот только сделаем, там обработаем материал первого вебинара второго, мы обязательно всем разошлем по почте. Ну и плюс листинги я тоже, наверное, выделю в отдельный документ, чтобы их было удобно вытаскивать и работать с ними. Давайте я пока переключу на полезные ссылки, если сейчас вопросы будут появляться. Что здесь есть? Это первое про QQ, то есть это про саму технологию разработки. это все входит в фреймворк Qt, в Qt очень подробная и большая документация, вот, здесь тоже можно будет с этим разбираться, посмотреть. Есть также полезные статьи по QMail Applications, то есть как строить приложение сразу на языке QMail, ну и тоже надо сказать, что очень много функций можно включить в приложение, используя только часть QMail, даже без включения нативной, ну и как бы если мы хотим больше использовать, больше возможностей добавить, то естественно там будем тоже работать с нативной частью. Вся QMail типы тоже собраны по ссылке All QMail Types, и также тоже важная часть это Coding Conventions, то есть правило написания красивого и удобно читаемого кода. КОНЕЦ